Как ранее уже было отмечено министром нефти и газа господином Карабалиным, в этом году инвестиции, вложенные в разработку карачаганахского нефтегазового конденсатного месторождения, полностью окупились и в текущем году ожидается изменение пропорции раздела прибыльного сырья в пользу Республики Казахстан. И это изменение пропорции раздела прибыльного сырья основано на механизмах индекса объективности, который заложен в окончательном соглашении по разделу продукции по карачаганаку. Согласно прогнозам, мы ожидаем дальнейший рост общей доходности проекта, как для Республики, так и для подрядчика. В данном случае под подрядчик мы имеем в виду консорцием нефтяных компаний. И рост доходности приведет к тому, что во втором квартале текущего года вышеупомянутый баланс интересов сторон достигнет значения, который позволит изменить пропорцию раздела продукции в пользу Казахстана при текущих ценах на нефть. Ну, например, я могу сказать, что по сравнению первого квартала 2014 года, второй квартал принесет Казахстану больше прибыльного сырья порядка 29%. Если учитывать, вообще прибыльное сырье у нас состоит из двух частей, вернее, доходы Казахстана состоят из двух частей, это прибыльное сырье и налоги и обязательные платежи в бюджет. Вот с учетом роста доли прибыльного сырья, и в связи с этим уменьшением налоговлагаемой базы подрядчика, то есть налоги и платежи в бюджет уменьшатся, общая доходность увеличится порядка на 70 миллионов долларов в 2014 году, второй квартал только. По итогам года вообще мы ожидаем намного больше. Мы ожидаем, что этот раздел увеличится до 36% с 20 сегодняшних существующих. Раздел продукции зависит от общей доходности проекта, от текущих цен на сырье, нефть, конденсат и газ, а также производимых затрат на текущий момент. Глава государства в своем послании народу Казахстана поставил задачу о том, что необходимо привлекать новые технологии, необходимо создавать совместно с иностранными компаниями инжиниринговые проектные центры. В этой связи по Карачаганагскому проекту могу привести пример Оксайского индустриального парка, работает уже два года. Сейчас разработан проект дорожной карты, рассматривается порядка девяти направлений, таких как создание оборудования, ремонт клапанов, это непростые клапаны, это клапаны предназначены именно для высокого давления в условиях серого водорода, это создание новых систем для автоматической чистки трубопроводов и многое другое, то, что сегодня в Казахстане не делается и не производится. Индустриальный парк основан именно на привлечении иностранных технологий, знаний, и мы надеемся, что в этом году будет новый импульс этого проекта. Сегодня мы уже все находимся в одной лодке, я имею в виду инвесторов этого проекта, Карачаганагскую организационную компанию, Акимат Западно-Казахстанской области, Министерство нефти и газа. В 2010 году доля казахстанского содержания в товарах, работах и услугах составляла 17%, в 2013 году, по результатам 2013 года, мы достигли более 50%. Основной рост идет по разделам работы и услуги, и мы там имеем очень хорошие показатели. В то же время мы недовольны на ситуации по разделу товары. Это товары, это продукция машиностроения, это оборудование, и это главное направление нашей работы. Другой инициативой по Карачаганагу является проект локализации производства запасных частей на базе машиностроительных предприятий Западно-Казахстанской области. Совместно с Акиматом Западно-Казахстанской области создан консорцием машиностроительных компаний с участием восьми машиностроительных заводов области и Аксависко-индустриального парка. В конце прошлого года завершены все исследовательские работы. Я думаю, что созданный консорцием в следующие годы будет активно привлекаться к работе по Карачаганагу. В рамках правительственных поручений, это наш третий проект, ведется совместная работа, опять-таки, Министерство нефти и газа, Министерство индустрии новых технологий, Акимата Западно-Казахстанской области и Карачаганагской производственной организации по созданию индустриального кластера. Мы говорим вообще вокруг крупных проектов, и в первую очередь, приоритет номер один, это Карачаганагский проект. Основной целью является модернизация существующих, создание новых высокотехнологических производств и создание новых рабочих мест. По Карачаганагскому проекту мы сегодня находимся на так называемом этапе 2. Добываем год порядка 10-11 миллионов тонн жидких углеводородов, нефти и газовый конденсат. И добываем определенное количество газа, закачиваем определенное количество газа и продаем сегодня порядка 8-9 миллиардов газа на Оренбургский газовый завод. В настоящее время операторам продолжается работа по определению различных вариантов дальнейшего развития проекта. В середине года мы должны одобрить концепцию проекта развития Карачаганага. И в конце года, со следующего года, 15-16 год, будет посвящен базовому проектированию. Два года идет на проектирование. В 2017 году планируется принятие окончательного инвестиционного решения по расширению Карачаганага. И с 2018 года начнется работа по строительству. Этот этап будет длиться порядка четырех лет. Мы ожидаем, что в 2022 году проект расширения Карачаганага, новый этап будет завершен. И мы уже будем работать в новых условиях. Значит, главная задача сохранить достигнутый уровень добычи, 11 миллионов тонн жидких углеводородов. Это на чем построена экономика этого проекта. Сохранить на текущем уровне продажу газа, порядка 8-9 миллиардов кубометров газа в год. Остальной газ предполагается закачивать. И это даст порядка 100 миллионов тонн извлекаемых. Это очень большое количество. Сегодня вы знаете, что у нас в последнее время таких геологических открытий в Казахстане по нефти и газу нет. Мы работаем в сотрудничестве с подрядными компаниями и оператором проекта. И нашей целью является прежде всего преследование экономических ценностей для республики в долгосрочном плане. Изменение курса национальной валюты не отразилось на продаже Карачаганага и на формуле ценообразования, поскольку ценовые формулы, по которым рассчитывается цена на сырье, привязанная международным котировкам на сырье, исчисляются в долларах США. Поставки же на Оренбургский газ формулы ценообразования также не претерпели изменения. Они также основаны на средних котировках цен на газоэль и мазут, которые публикуются в международных изданиях, таких как Плац, Европеин Маркетс. И не зависят от курса нашей национальной валюты. Основным направлением реализации жидких углеводородов является трубопроводная система КТК, Каспийский трубопроводный консорциум. Это основная часть, она дает лучшие экономические показатели, нетбаки так называемые. Определенный объем карачаганагских жидких углеводородов прокачивается по системе Атрасамара. И оставшийся небольшой объем нестабильного конденсата прокачивается в Российскую Федерацию в направлении Оренбургского газоперерабатывающего завода. На сегодня, как вы знаете, идет расширение проекта КТК. Увеличится пропускная способность. И по мере поэтапного завершения расширения КТК мы будем увеличивать экспортные поставки по системе КТК карачаганагских жидких углеводородов. Сегодня мы по КТК прокачиваем порядка 9 миллионов тонн в год с наилучшим ценой. Порядка 1 миллиона тонн по системе Атрасамара. И меньше 1 миллиона, около 850-900 тысяч на Оренбургский ГПЗ.